Каково происхождение дьявола? Мнение ученых и религиозных деятелей. Дьявол – это один из самых таинственных и противовечивых персонажей в мировой культуре. Он считается верховным демоном зла, властелином зла ада и врагом Бога и человечества. Но откуда он взялся и каково его происхождение? На этот вопрос пытаются ответить разные науки и религии, но окончательно консенсуса нет. С точки зрения библейской традиции, дьявол был изначально одним из ангелов, созданным Богом, но возгордился своей красотой и мудростью и восстал против своего Творца. Он был известен как Люцифер, что означает «носитель света». Он собрал на свою сторону треть ангельских сил и попытался захватить небесный трон. Но он был побежден архангелом Михаилом и свергнут с небес на землю. Там он принял образ змея и искусил первых людей – Адама и Еву. Съесть запретный плод с дерева познания добра и зла. Так он принес в мир грех, страдания и смерть. С точки зрения научной теории, дьявол – это продукт человеческого воображения, возникший в результате эволюции культуры и религии. Он является символом всего того, что противоречит человеческим ценностям, морали, рациональности. Он также служит объяснением для разных явлений, которые люди не могли понять или контролировать, таких как болезни, катастрофы, преступления и войны. Он отражает страхи, комплексы и конфликты человеческой психики. С точки зрения разных религий, дьявол имеет разные имена и характеристики. В иудаизме он называется сатана, что означает противник или клеветник. Он не является самостоятельной силой зла, а служит Богу как испытатель веры и нравственности людей. В исламе он называется иблис, что означает отчаявшийся. Он был одним из джинов, но отказался поклоняться Аллаху и Адаму, за что был проклят и стал шайтаном, врагом Аллаха и людей. В буддизме он называется Мара, что означает убийца или разрушитель. Он является персонификацией желания, страсти и невежества, которые препятствуют достижению просветления. Как видим, дьявол это сложное и многогранное понятие, которое отражает разные аспекты человеческой истории, культуры и духовности. Он вызывает как страх, так и любопытство, как ненависть, так и симпатию. Он является источником многих произведений искусства, литературы и философии. Он по-прежнему актуален и интересен для современного человека. Субтитры создавал DimaTorzok